Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Спасатель». Приятного просмотра! Во время шторма береговая охрана проводит спасательную операцию. Бену Рэндаллу пришлось мазать мужику по морде, чтобы он перестал паниковать и топить свою жену. Пострадавшего в корзине подняли на вертолет. Осталось спасти женщину, но она пошла на дно после того, как ее накрыло большой волной. Однако Бен смог доставить на вертолет и ее. Спасатель откачивал женщину, пока она снова не задышала. Команда похвалила своего опытного коллегу. Жаль, в семейных делах Бен не такой профессионал. Его жена Хелен съезжает из их дома. Ничего страшного, Бен. Все пройдет легко и просто. Детей у нас нет. Бен хотел бы все исправить, но уже поздно. Он постоянно пропадал на работе и на Хелен времени уже не оставалось. Прямо сейчас Бена вызвали обратно на базу. Грузовое судно вот-вот будет затоплено. Команда готовится покинуть его. У вертолета спасателей заканчивается горючее. Еще и отказали некоторые системы. По правилам они должны были вернуться на базу, но в таком случае все моряки погибнут. К этому моменту судно пошло ко дну. Спасатели заметили обломки и стали снижаться. Были обнаружены шесть тел без признаков жизни, но Бен все равно решил спрыгнуть. Вдруг один из потерпевших зажег фаер, значит еще есть кого спасать. Бен оказался в воде и поплыл в сторону тел. Все они были связаны одной веревкой. Перерезав ее, Бен подтащил паренька к корзине и его стали поднимать вверх. Прямо в этот момент волной подкинула контейнер и он повредил вертолет. Завертевшись, машина ударилась о воду и взорвалась. Вертолет пошел на дно, утянув за собой парня, который был закреплен в корзине. Из всей команды в живых остался только лучший друг Бена Карл. Теперь им нужно дождаться, когда их спасут. Раненый Карл замерзает. Мимо пролетел самолет, с которого сбросили надувную лодку. Вертолет со спасателями прибыл только утром, когда шторм утих. Бен очнулся уже в больнице. К сожалению, Карл эту ночь не пережил. Вся команда Бена погибла и капитан Хедли решил отправить ветерана обучать молодняк в училище. Или так, или уже сегодня Бен станет гражданским. Когда мужчина придет в себя, он сможет вернуться к работе. К училищу подъехал автобус с новичками. С самого начала им нужно привыкать к строгой дисциплине и четко выполнять приказы начальства. Из 40 тысяч служащих в береговой охране только 280 пловцы-спасатели. Это элита и последняя надежда утопающих. Половина из них не пройдет обучение. Остальные за минимальную плату всегда будут рисковать умереть где-нибудь посреди бескрайнего океана. Выскочка Джейк Фишер заявил, что легко побьет все рекорды по плаванию, которые поставил другой спасатель. Оказалось, что тем рекордсменом был Бен Рэндалл, который станет инструктором курсантов на ближайшие полтора года. Бен Рэндалл – один из самых прославленных пловцов-спасателей в истории береговой охраны США. У новичков первый день начался с физподготовки, а у Бена с горсти таблеток. Он опоздал, но сразу начал строить и других инструкторов, и молодняк. У Билли Ходжа это уже третья попытка. Ранее его дважды отчисляли, а устремленности Фишера можно только позавидовать. Я прирожденный спасатель в воде рожден водой и вскормлен. Ура! Наверное, репетировал все утро. Фишер – чемпион Соединенных Штатов по плаванию. Но Бена это не впечатлило. Плыть в бассейне с затычкой в носу – это не то же самое, что плыть против течения в шторм. Старшина устроил испытание. Курсантам нужно продержаться час на плаву, не прикасаясь к стенкам или к дну бассейна. Кто не справится, отправится домой. Спустя какое-то время один из новичков стал идти ко дну и, запаниковав, потащил за собой и Фишера. Курсанту оставалось только сдаться. Ты свободен. У меня ногу свело судорогой. Отчислен. Первый урок. Мышцы не плавают. Качки не подходят для такой работы. Бен пнул Фишера ногой в голову, ведь он не выручил товарища в трудную минуту, а говорил, что готов расстаться с жизнью ради спасения людей. Уходя, качок быканул, но его толпой выперли из казармы. Бен конфликтует с другими инструкторами. Он собирается поменять программу обучения, чтобы она была приближена к реальным условиям. Курсанты проходят интенсивную подготовку и часами не вылезают из воды. Особый упор делается на физические упражнения. Ребят доводят до полного изнеможения. Всего за две недели было отчислено полгруппы. Остальные жалуются на постоянную усталость. Бен пытается наладить отношения с женой, а курсанты в форме завалили на чужой банкет. Фишер поспорил на деньги, что подойдет к самой красивой девушке в заведении и уже через минуту поведет ее домой. Незнакомка сразу поняла, в чем дело и предложила горе-пикаперу подыграть ему и просто разделить бабки на двоих. Не прошло и минуты, а Фишер уже добился своего и выиграл пари. Инструкторы собирались устроить курсантам веселую ночку, но выяснив, что те где-то шляются, придумали испытание повеселее. Ребят закинули в резервуар, наполненный водой со льдом, чтобы проверить, как они справятся с гипотермией. Рядом лежит манекен и он уже 15 минут не дышит. Однако Бен настаивает, чтобы Фишер продолжил его откачивать. Он всегда борется до последнего, того же он ждет и от учеников. Бен рассказывает курсантам, что происходит с их телом. Во время спасательных операций они более половины времени будут проводить в состоянии умеренной гипотермии. Выдержав испытание, все побежали под горячий душ. Следующая тренировка на задержку дыхания. Поделенные на пары курсанты должны продвигать кирпич по дну бассейна. Подниматься на поверхность можно только по одному, иначе не зачет. Так они научатся работать в команде. Один парень сдался, а он работал в паре с Фишером. И тот просто остался на дне бассейна с кирпичом, заодно побив рекорд училища по задержке дыхания. Он надеется, что хотя бы так сможет поразить требовательного старшину. Курсантам показывают реальные кадры чрезвычайных происшествий на воде и объясняют, когда риск для спасателей оправдан, а когда нет. Их учат действовать слажено, четко и быстро. Фишер снова встретился в баре с незнакомкой, но вместо того, чтобы отдать половину денег, начертил карту, где их можно найти. Карта оказалась рисунком штанов, и Эмили забрала свою долю. Настойчивый парень затащил ее на танцпол, а затем и в постель. Из-за этого Фишер опоздал в училище к подъему. Бен ждал нарушителя на его койке. Как жаль, такой перспективный юноша, а вылетит из училища. Старшина поставил его у бассейна и заставил накладывать кирпичи в корзину, которую над водой должны удерживать другие курсанты. Из-за Фишера они не спят уже 36 часов. Самого пловца Бен оставил в бассейне с баклажкой над головой и стал поливать его из шланга. Пришло время Фишеру перебивать все рекорды, которые 20 лет назад поставил Бен Рэндалл. Раз за разом фамилия старшины заменяется на фамилию курсанта, а рекордное время переписывается. В то же время Бен издевается над остальными спасателями. Мол, видимо, они ничто по сравнению с этим чемпионом. Из-за этого радости от побитых рекордов парень не ощутил. А тут еще барменша рассказала, как Бен, прицепленный к тросу, был вынужден держать пострадавшего одними руками на протяжении 20 минут. Порвал все сухожилия, вывихнул плечо, но руки не разжал. Так может парень побьет этот рекорд? Сам Бен ночью пытается улучшить время Фишера, но годы берут свое. Хелен прислала Бену документы на развод. Она не выдержала того, что мужчина всю жизнь изменял ей с работой. На одном из занятий курсантов готовят к тому, что им придется выбирать, кого спасать, а кого оставить. Но главное, чтобы они сами остались в живых. Одно из самых тяжелых испытаний заключается в том, чтобы спасти утопающего, который тянет тебя на дно. И Билл никак не может с ним справиться. Еще один провал, и парень вылетит из училища. Фишер хвалит Билла за упорство. Вот если бы его однажды выгнали, он сюда бы уже не вернулся. Товарищи пришли в бар военных моряков. Билл напился и стал не очень лестно отзываться о тех самых моряках. Мол, они ссыкуны по сравнению с ними. Тут же подошли суровые мужчины, осадили Билла и вылили пиво на голову Фишера. С этого началась драка, из-за которой парни оказались в полицейском участке. А ведь сегодня у Фишера должно было состояться первое настоящее свидание с Эмили. Официант уже попросил ее освободить столик. Фишер накинулся на Билла сзади, как это делает во время испытания старшина Скиннер. И разозлившись, парень смог высвободиться из захвата. За ними как раз приехал Скиннер и предложил Бену отчислить курсантов. Фишер взял всю вину на себя. Главный старшина давно пытался понять, почему чемпион пришел именно сюда. Для него были открыты двери всех университетов. Мужчина навел справки и выяснил, что вся команда Фишера по плаванию погибла в результате автокатастрофы. Фишер единственный, кто выжил. И именно он сидел за рулем автомобиля. В трагедии парень винит себя, как и жители его городка. Теперь Фишер хочет научиться спасать людей. Бен убеждает курсанта, что он не виноват. Бен как никто другой понимает Фишера и тоже не знает, почему выжил именно он. Бен хочет, чтобы Фишер стал членом новой команды. Он один из лучших, кто учился в этом училище. И он сможет спасти много людей. Бен взял с собой салагу и пришел в тот бар. Задира увидел свою жертву и предположил, что тот привел с собой папаню. Бен усмехнулся и разбил лицо вояки о барную стойку. От расправы спасателей уберег командир моряков. По какой-то причине он позволил нашим героям уйти. Теперь нужно позвонить Эмили, которая прождала парня в ресторане целых два часа. Сегодня был самый лучший из плохих дней в моей жизни. Хоть кому-то было весело. Настало время спасателям проверить свои навыки в природных условиях. Курсантов сбросили в воду с высоты 7 метров и оставили одних посреди моря. Фишер догадался, что за ними не вернутся, и команда до ночи плыла к берегу. Билли понял, что не справится со старшиной Скиннером, поэтому вмазал ему локтем по лицу, чтобы мужчина стал податливее. А кровавленный злой инструктор направился к курсанту. Вскоре обучение было окончено. Жесткий отбор прошла лишь небольшая часть группы. На торжественном мероприятии Бен Рэндалл не присутствовал. Он вернулся на свою базу на Аляске. Зато поздравить Фишера пришла Эмили. Правда, вместе им не быть, потому что парень также отправляется на Аляску. Причем на ту же авиабазу, что и Бен. Они будут работать вместе. Парень спросил у опытного коллеги, как тот выбирает, кого спасать. Того, кто первым попадется. Или слабого, ответил Бен. Остальных забирает море. Учебное задание пришлось отменить. Необходимо спасти двух пострадавших на каяках, которые застряли в гроте. Это задание как раз для Фишера, потому что он самый быстрый пловец из всех. Большие волны быстро подкинули его и Бена к гроту. У одного из пострадавших сломана рука. Им занялся Фишер и посадил мужчину в корзину. Второго ударило бревном и он потерял сознание. В этот момент Бена накрыло кошмарными воспоминаниями о том, как он потерял свою команду. Спасатель сдался и заявил коллеге, что пострадавший уже мертв. Но это было не так. Просто старшина спекся и больше не может выполнять свою работу. Фишеру пришлось взять командование операции на себя. На суше парня обняли родственники спасенных людей. Сразу после этого случая Бен подал в отставку. Спасатель не может допустить, чтобы такое повторилось. Прощаясь, Бен рассказал Фишеру о своем главном рекорде. За все время он потерял 22 человека. Мужчина не считал, скольких он спас. Только тех, кого спасти он не смог. Бен приехал к жене с подписанными документами на развод. Он рассказал, как однажды спасал семейную пару и муж почти потопил жену. Он только сейчас понял, что то же самое он сам делал с Хелен. Бен обнял бывшую жену и попрощался с ней. Судно с четырьмя людьми на борту попало в шторм. Вскоре корабль затонет и Фишер спешит им на помощь. Пловец прыгнул в бушующие воды океана. Он единственная надежда на спасение у пострадавших. Фишеру помогли забраться на судно. У одного моряка сломана нога. Спасатель в первую очередь поместил в корзину его и еще одного мужчину. Вскоре с корабля был эвакуирован еще один моряк. В трюме остался только капитан. Фишер спустился в машинное отделение и увидел, что мужчине придавило ногу. Судно вот-вот затонет, а вертолет со спасенными отправился обратно на базу. За парнем сейчас вылетит другой вертолет. И капитан Хедли предложил Бену также поучаствовать в операции. Тем временем Фишер смог освободить ногу капитана, но корабль качнуло и мужчина ударившись головой потерял сознание. К тому же заблокировала дверь и они оказались в ловушке. К судну подлетел вертолет. Бен попросил опустить его прямо на корму. Вода быстро заполняет трюм, а Бен задерживается из-за того, что трос запутался в конструкции и повредился. Спасатель отцепил его и спустился вниз. Бен услышал голос Фишера, которого почти накрыло с головой и принялся убирать хлам, заблокировавший дверь. С трудом ему удалось это сделать. К сожалению, капитана не спасти, он уже погиб. Оба спасателя повисли на тросе. Через несколько секунд корабль пошел на дно. Вы же на рыбалку собирались! А это чем не рыбалка? Тут поврежденный трос стал расплетаться. Бен понял, что он не выдержит их обоих и принял решение отцепиться. Фишер поймал старшину за руку, отказываясь бросать своего наставника. Тогда Бен расстегнул перчатку и упал в воду с 30-метровой высоты. Фишера успели спасти в последний момент, прямо перед тем, как трос оборвался. Ему не верится в то, что он ничем не сможет помочь своему другу. Береговая охрана провела масштабные поиски, но найти тело легендарного Бена Рэндалла так и не удалось. Но с тех пор пошла легенда о хранителе моря, последней надежде тех, кто попал в беду. Там больше никого нет. Нет, он был там. Был со мной все это время. И он не бросил меня.